Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Высокая правительственная награда Ко многому обязывает И прежде всего Быть ответственным перед временем Молод и полон сил Этот рабочий город Караганда Он устремлен в будущее Это знаменательное событие Произошло в год 50-летия Шахтерской столицы Казахстана На тот момент в Караганде Живет более 625 тысяч человек Это второй по численности населения Город-республики Байбулат Абдрахманович Абдрахманов В 1984 году Занимал должность председателя Карагандинского горосполкома Ну 1984 год Это был там на самом деле Для Караганды Вообще Исторический год Во-первых Отметили 50-летие Караганды С вручением Ордена Трудового Красного Знамени В Караганде Особо таких там отдельно Мероприятий По 50-летию Караганды Не было Первым секретарем Обкома партии Был Коркин Александр Городович Он во главе Областной партийной Организации Руководства Устиновский Михаил Михайлович Был первым секретарем Горкома Мы с ним Кстати Учились в одной группе В институте Все 5 лет И после Работали там Совместно На шахтах Я там 5 лет Был Представителем Горисполкома Он был Первым секретарем Горкома Но мы знали Что будет 50 лет Городу Карагандия И когда я Приехал на пленум В ЦК Компартии Казахстана Вместе Устиновским Ну и Коркин Александр Городович Он вызывает меня И говорит Там на самой Байбулат Смотри там Пятидесятилетие Караганды Никаких там Правительственных Наград Не намечается Что-то упустили Этот момент И сегодня Мы на пленуме Должны Выступить И напомнить Дима Шахметовичу О том Что Караганде Там приближается Пятидесятилетие Вот Я Выступил На пленуме Дима Шахметович Там Обратил На это Внимание И Все Пошло Своим чередом С предложением В ЦК КПСС И они Поддержали И Караганде Было присвоено В честь Пятидесятилетия Его образования Орден Трудового Красного Знамени Орден Находился В исполкоме Городского Совета Чтобы для Хранения Его Там На самой Безопасности Мы отдали Самый Первый Отдел Какие мероприятия Намечались Мы его Выносили Там На самой Ставили Чтобы На общее Обозрение Там Чтобы знали Что Караганда Заслужил Такую Награду Ну Я В восемьдесятчвертом Году Ушел С должности По своему Желанию По согласованию С Александром Гавриловичем Так И В науку И после этого Там На самой Я никак Не могу Сказать Куда делся И что С ним стало С этой Наградой Там На самой Города Караганды Раритеты Советской Эпохи Исчезли На сегодняшний день Ни в областном Архиве Ни в областном Краеведческом Музее Где должны По идее Храниться Награды Не знают Куда делся Орден Трудового Красного Знамени Прикрепленный К знамени Города В 1984 Такая же История И со Знаменем Караганды И с Орденом Ленина Который Был вручен Карагандинской Области За успехи Усвоения Целинных И залежных Земель Редактор субтитров Корректор А.Егорова